Классический персонаж Конан Варвар, заметно посвежевший после 80-х, возвращается на экраны в новом голливудском фильме. Джейсон Момоа на свой страх и риск заменил блистающего в 80-е Арнольда Шварценеггера. Но нестандартное детство Момоа спасло дебютанта от пресса голливудского образа. Честно говоря, я не видел версию 80-х. Я рос с матерью-одиночкой, как в «Унесенных ветром». Я рос среди художников и артистов, и, к сожалению, не мог себе позволить посмотреть этот фильм. Но я читал комиксы, книги, я любил Фрэнка Фрозетту, и это именно то, что я хотел воплотить. Режиссер Маркус Ниспел поделился, что профессиональная этика Момоа фактически определила кастинг. Когда у нас была кинопроба с Джейсоном, ну, знаете, когда нужно было посмотреть, как он выглядит в доспехах, «Мы принесли несколько мечей, но вдруг он заявляет, что у него свой собственный». Такого раньше никогда не случалось. Роуз МакГоуэн, которая исполнила в фильме роль могущественной ведьмы, поделилась, что Ниспел очень сильно помог ей в работе над характером персонажа. Это было просто потрясающе. Маркус Ниспел создал очень интенсивную и масштабную жизнь на съемках. Мой лоб также был очень масштабным. Вообще, я могла делать все, что хотела в рамках своего персонажа. То есть я вообще не ощущала себя актрисой. Я жила другой жизнью в другом мире. Обычно актеры так или иначе играют самих себя в разных формах. Но на этот раз такого не было и в помине. И это было на съемках самым захватывающим. «Конон и Варвар» выходит на широкие экраны в 3D и 2D формате 19 августа.